всех приветствую продолжаем рассматривать работы по книге великие музеи мира и их описание Михаэль Пахер. Бечевание Христа около 1498 года. Тирольский художник и скульптор Михаэль Пахер один из самых знаменитых мастеров во всей немецкоязычной территории Альпы. В эпоху Северного Возрождения на территории современной Германии, Австрии и Швейцарии под влиянием великих достижений мастеров итальянского резонессанса, произошли важные изменения в области религиозной живописи. Именно Михаэль Пахер стал одним из первых художников Севера, перенявшим принципы прямой перспективы, которые в итоге стали основой классической европейской живописи. Использование прямой перспективы давало возможность разнообразить ракурсы, поз и декорации и выписывать архитектурные элементы без оптических искажений. Пахер, как и другие художники, стали вводить в произведения множество бытовых деталей, которые, не будучи важными для религиозного сюжета, очень интересовали зрителей, любителей искусства. Мастер предпочитал смелое сочетание цветов, особое внимание уделял таким характеристикам тела, которые бы подчеркивали физическую немощность человека. Ибо тело бренно, а в духе вся сила. Пахер славился виртуозными насценировками сюжетов. Он испытал влияние итальянских художников, особенно Андреа Монтени, что проявляется в пропорциях фигур. На его пахер-аполонах. В их четком пластичном контуре смелых ракурс. Бичевание Христа – один из популярных сюжетов живописи Северного Возрождения, из-за содержащейся в нем идеи мучений Христа, страданий тела и победы духа. В отличие от средневековых алтарных образов, здесь изобразена не только основная сцена, но и дополнительные персонажи в одежде той эпохи, с достоверными деталями и точно выписанные архитектурные элементы. Изначально строгая религиозная живопись в эпоху Северного Возрождения стала двигаться в сторону реалистических картин на самые разнообразные темы. Живопись той эпохи, блестяще представленная Михаэлем Пахером, привлекает внимание любителей искусства именно соединением глубоких духовных переживаний, атмосферой религиозного почитания и очень тепло написанных повседневных деталей, что превращает полотна в почти сказочный мир. Ну вот такое описание к работе Михаэля Пахера «Печевание Христа» по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok